Ну вот, последняя подробность. Елена Милашина и адвокат Александр Немов доставлены в Москву, находятся в московской больнице, об этом сообщает Алексей Венедиктов. Сейчас к нашему эфиру присоединяется Аюб Титтиев, чеченский правозащитник и бывший глава Грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Аюб Соломанович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Милашина, описывая детали нападения, вы наверняка слышали, что она говорит, вот это нападение, на что это похоже? Ну на что это может быть похоже? На те же предыдущие нападения и такие же преступления, совершенные в Чеченской республике против правозащитников, против журналистов. Это один и тот же почерк, тут говорить не приходится. То есть это группа людей, которая нападает на автомобиль? Группа людей, вооруженные люди. В Чечне давно, уже много лет гражданские люди с оружием не ходят. Ходят только сотрудники правоохранительных органов. И давно уже под контроль на все, что происходит в Чечне, силовые структуры, давно контролируют каждый шаг, можно сказать, каждого человека. Так что пришельцы из других стран и других регионов в Чечне садить не будут с оружием. Я правильно понимаю, что любая машина под вниманием? Как? Не ослышал. Любая машина под вниманием. Любая машина, любой человек под тотальным контролем. Так что посторонние люди там не могут ходить. Вот Милашина рассказывает, что ее обрили. Это, наверное, деталь, которая меня больше всего поразила в произошедшем вчера. Можете объяснить нам, какой смысл именно в это действие закладывали нападавшие? Ну, облили и обрили. Обрили это для кавказской женщины. Это вообще оскорбление. Потом дополнительно еще облить зеленкой. Она уже не может появляться в таких общественных местах на какое-то время. Но это, можно сказать, блокировка ее действий в дальнейшем на некоторое время. Ну и унижение, оскорбление. Только в таком можно в ключе рассматривать этот вопрос. То есть, условно, это некое действие, которое совершено из неких мотивов понимания чеченской морали местных традиций? Разумеется, разумеется, только так. Ну вот вчера на это нападение была очень бурная реакция, в том числе федеральных властей. Вот Бастрыкин поручил провести проверку, но поручил ее проводить в главе Следственного комитета по Чечне. Вы думаете, какое-то реальное расследование будет, нападавших назовут? Ну, как практика показывает, никакого расследования не будет. Обычно, даже если берется под контроль высокими такими чинами, тут наоборот расследование будет тормозить. Если бы следственные органы никто не контролировал, и по всей стране так происходит. Если бы высокие чины не контролировали следственные органы, то следователи каких-то результатов добиваются. Но, как правило, вот такие контроли мешают только следствию. Юрий Псалманович, а вы вообще можете объяснить вчера вот эту бурную реакцию как раз силовиков? Дело в том, что, мне кажется, вот с 24 февраля, как минимум, прошлого года, с российского вторжения в Украину, мне казалось, что федеральные власти вообще не обращают внимания в принципе и никак не комментируют все происходящее в Чечне. Почему вчера такая реакция все-таки случилась, и там даже федеральные чиновники это комментировали, депутаты Госдумы? Ну, в любом случае, если есть обращение, какая-то видимость должна быть. И реакция, она всегда была, хотя минимальная, но была реакция на первые такие действия. В дальнейшем мы увидим все это, все пойдет на спад, никто обращать даже не будет на это. Как вы оцените поступок Елены Милашиной? Я так понимаю, что после многочисленных угроз, несмотря на эти многочисленные угрозы, она решилась в Чечню все же ехать. Ну, она в любом случае, это геройский поступок. Я считаю, что она человек такой, что не может видеть, мириться с такой несправедливостью, где бы это ни было. Но на нее много раз нападали, на нее много раз и избивали, и угрожали. Человек такой, что она не может мириться. А вы можете рассказать, как это происходит? Вот вы провели в тюрьме несколько лет. Вам, насколько я понимаю, из вашего дела тогда подбросили наркотики чеченские силовики. Вы провели в тюрьме годы. А намеки какие-то перед вот такими акциями, перед тем, как силовики остановят твою машину, какие-то намеки дают правозащитникам, журналистам чеченской власти? Ну, намеки, как таковы, перед нападением, это никакие могут быть намеки. Предупреждений таких нет. Но в любом случае, человек, если идет в этом направлении, работает правозащитная деятельность, журналистская деятельность. У нас в стране это, ну, все знают, каждый, кто впрягается в это, должен знать, что в конце концов, может быть, такие преступные действия будут в отношении него. Ну, и Лена тоже осознает все это, знает прекрасно, что в любой момент он может быть последним. Но устроен таким образом человек, что не может мириться. Если все будут идти по инерции, никакого сопротивления не будет, что будет в стране? Беспредел и хаос. Аюб, спасибо вам огромное, спасибо за этот комментарий. Аюб Титиев, чеченский правозащитник и бывший глава Грозенского представительства правозащитного центра «Мемориал», мы обсуждали нападение на Елену Милашину. Спасибо вам, удачи.